К другим новостям. Союз промышленников, аграриев и предпринимателей поддержал выдвижение Вадима Красносельского на второй президентский срок. Решение утвердил съезд СПАП. Внеочередной съезд СПАП назвали электоральным в повестке один вопрос – поддержать желание действующего президента идти на второй срок. Вместе собрались руководители ста крупных приднестровских предприятий – промышленных и аграрных. Директора рассказывают, какими были для них пять лет первого президентского срока Красносельского. Вместо комбинат воспользовался беспрецедентной поддержкой государства и на кредитные ресурсы закупил технологическое оборудование, которое позволило полностью модернизировать предприятия. В результате увеличился выпуск объемов производства и в течение последних нескольких лет предприятия занимают стабильно второе место в рейтинге налогоплательщиков города Бендеры. Государство дало аграриям льготные кредиты и дотации на молоко, снизили тарифы на воду для полива. Те, в свою очередь, создали новые рабочие места, развивают производство, платят налоги, несмотря на коронакризис и засуху. Мы пережили пару лет засухи. Этот год нас тоже не побаловал погодными условиями, но уже более полмиллиона тонн зерна есть в наших захромах. Это все развивается не просто, так скажем, с доброй волей или прекрасным сказанным словом. Это то отношение, которое сельскохозяйство мы имеем, оно дает свои плоды. Что сделано за последние годы, рассказал руководитель СПАП. Но сначала Юрий Чебан напомнил, какое наследство досталось руководству страны пять лет назад. Остановили выпуск продукции крупной системы, образующей предприятие «Молдавская ГРАЗ», «Молдавский металлургический завод», «ММЗ», «РЦК», «Молдавый залит», «Электромаш». Делегации этих предприятий сегодня присутствуют и помнят эти сложные времена. Экономике и социальной сфере нашего государства, а также трудовым коллективом предприятий республики был нанесен колоссальный ущерб. Промышленных гигантов ММЗ и РЦК спасли. Вернули на предприятие оборотные средства и кадры. Сейчас заводы работают и продолжают модернизацию. Двигаться по пути развития нужно и дальше, говорили сегодня. Поэтому и поддерживают Вадима Красносельского. Кто знает, кто проводит, воздержавшийся лет единогласно. Мы достигали результатов вместе. Мы строим вместе, мы думаем вместе. И президент, и Верховный Совет, и правительство, и директора предприятий, каждый рабочий на своем, каждый врач на своем рабочем месте. Те, кто защищает свою Родину с оружием в руках. Но работаем мы вместе и вместе достигаем результата. За это, конечно, вам, всему преднестровскому народу, огромная моя благодарность. Сегодня на съезде избрали также доверенных лиц Вадима Красносельского, тех, кто будет представлять его в трудовых коллективах от имени Союза промышленников, аграриев и предпринимателей. Светлана Мартынюк, Леонид Мостак, ТСВ.